Всех приветствую. Ребята, хочу вам показать реактивную печку, работающую на отработке. Из кислородного баллона. Как видите, сделано основание из кислородного баллона. Вот это для чего? Это для того, чтобы чистить всё. Вот здесь получается, вырезал баллон. Квадрат закрывается, здесь азбектовая ткань, сверху крышка, всё, берёшь, открываешь, чистишь, закрываешь, плотничку, закрываешь, упор, всё, это дело всё фиксируется. Здесь само это устройство. Вот труба. Сюда подается воздух принудительно. Здесь труба примерно, я не понял, не помню. Двух дюймовая, наверное, да? Да. Здесь внутри одна вторая получается. То есть здесь, ребята, труба в трубе. По одной идёт воздух. Вентилятором принудительно. А по другой подаётся отработка. И ещё один момент. В эту среднюю трубу обязательно должен поступать воздух. Потому что если не будет поступать, снизу будет закоксовываться. Вот отвод воздуха идёт. Отвод воздуха в среднюю трубу. И в среднюю трубу туда, куда отработка идёт, тоже дополнительно подходит воздух. Здесь регулируется подача воздуха в эту трубу. Всё. Короче, будет засираться, да? Если этого не сделать. Да. Будет закоксовываться, забиваться. В том году я без этой трубы замучился. Пройденный этап, короче говоря. Личный опыт, да. И сюда, рядом в эту же трубу поступает отработанное масло. Всё. Да. По вот этому шлангу. Ещё что хочу сказать. Здесь не обязательно большое количество дырок. Здесь примерно хватает. Ну, вот так вот. Сколько там? На расстоянии. Вот сколько? 15 сантиметров, да? 15. Ну, это 20 где-то. Ну, да. Так. Здесь, здесь полностью всё заварено. Тоже. А вот это что за отверстие? Ну, вот это же труба. Труба. А, я понял. Это отработка и воздух. Ага. Отработка отсюда выходит, да? Да. Отсюда и воздух, всё. Угу. В том году я здесь дырочки делал. Но у меня вот эта вот вся площадка, короче, прогорала. Я понял. Я сейчас обварю. Всё, у меня с этой воздух идёт, отработка идёт. И всё нормально, замечательно. Здесь ещё крышка получается. Тоже у меня здесь. Крышка что-то знакомая или это самодельная? Это всё самодельная. Какая-то как фланец на тисках. Похоже. Здесь внутри кольцо, здесь и тоже аспистовая нить. Это где? Внутри проложено, да? Ну когда прижимаешь, оно всё герметично достаточно, да? Да, всё. Вот, всё. В принципе... Внутри просто баллонки. Поэтому всё просто. Там всё, да. И вытяжка. Отводная труба на улицу. Собираем, короче говоря. Милёша, я вставил. Вот надо и мне такую печку делать. Мне давно ребята, подписчики говорят, делай на отработке. Или ещё на чём-нибудь. На дровах говорят. По высоте она сейчас метр двадцать где-то, да? Полностью кислородный баллон в верхушку обрезан. Так это, да? И всё, да. И здесь уже, короче. Я понял. Это пока подключаем отработанное масло сюда подаётся. А ты ещё не сделал, чтобы принудительно? Нет. В общем, в будущем будет принудительно масло подаваться. Да. Подача воздуха происходит у меня из подвала. С какими целями? Будем, грубо говоря, говорить. Там стоит вентилятор от Волги. Двадцать четвёрки. Сзади обдув стекла. Такой. Можно от печки какую-нибудь приспособить туда вентилятор, чтобы подавался воздух. Ну, типа улитки какой-то можно легко приспособить, да? Да. Для чего я это сделал? Потому что бывает я включаю вытяжку. Угу. Вытяжку. И чтобы дым с этого с вентилятора сюда не сосал и в вытяжку не выходил. Ну да. Тут просто машины красятся в этом гараже. Это чисто из-за этого. Если бы такого не было, то и не обязательно внизу, правильно? Если бы вытяжки не было. Печка закрытая. Тут такой говно всё закрыто. Сюда ничего не поступает. Всё. Всё собрали. Можно запускать. Всё запускаем. Запускаем. Желательно брать солярку. Бензин, да? Это безопасно. Бензин более... Вроде бы на бензине когда-то говорил. Ну да. Ну если нету, то можно и на бензине. Аккуратно. Игорь, бензин взрывоопасно. А солярку раз. Я понял. Если хлопца заливают туда, ливану бросают и взрывается это всё дело. Ну да. Ну для чего это делать? Не надо. Вот раз. А ну-ка дай кран-ляну. Сейчас подожди. Я чуть-чуть ливану. Ну что там жара пошла уже интересно. Ну чуть-чуть начало. Заглянуть можно? Не шарахнет оттуда. Не шарахнет. Сейчас. Я ещё подожду. Тут можно подливать. Вот сюда вот. Сейчас сделаем так. Ой. Это закрываем. Угу. Это пока она загорается сейчас. Короче там процесс уже пошёл. Бензина конечно быстрее бы это всё было. Сейчас сделаю по-другому. Что это? Растворитель? Сейчас на чуть-чуть. Ага. Уже начинаю. О. Да. Видишь? Ну да. Стой чуть-чуть. Оп. И пошло-пошло. Всё. Включаем вентиляторы здесь. Один вентилятор. Другой вентилятор. И пошла жара. Всё. И пошёл обдух. Можешь посмотреть. Дым отсюда как бы. Всё сгорает. Ну да. Не идёт. Вот здесь вот этим краном регулируется подача масла пока что. А это подача воздуха реводируется здесь. Всё можно там на минимум воздуха, минимум отработки. Новый щиток ещё нет у этих, да? Да. А что тут три штуки? Одна под масло, да? Одна под масло, одна под 12-вольтовый обдух. Под вот эти вентиляторы. В случае, если свет отключат, сюда можно просто аккумулятор подключить и всё будет работать. Реактивная печка ЧПУ, ребята. Тут и вентиляторы регулироваться будут, и воздух, и масло. Со временем всё будет. Ну вот. Всё для удобства. Просто удачная конструкция. Много дает тепла, когда разогреется. Поэтому сейчас всё больше и больше. Есть смысл совершенствовать. Ну да. А сейчас вообще разогреться будет. Уже начинает как реактивная работа. Ракетная печка. Ракетная. Ракетная? Я говорю реактивная. Кто как хочет, так и называет. На улице минус 7 градусов. Сейчас пойдём посмотрим, сколько прошло. Минут 15-10. Меньше? Около 10 минут. Будем считать, что 10 минут мы не засекали. В общем, печь уже нагрелась до 335-40. Ну и продолжает набирать 350. Внизу уже всё, всё, предел измерения. Этот термометр тока до 400 градусов может измерить. Всё. Да и вообще рядышком уже довольно-таки тёпленько, ребята. Напишите в комментариях, интересно ли вам такая тема. Если что, может ещё где-то необычную интересную печь найду. Так что пишите. Жду ваших комментариев. Можно дорабатывать её ещё. Рёбра можно наварить. Да, ребра не помешали. Можно водяную такую рубашку сделать. Можно и от трубы съём делать, чтобы вообще не улетало. Чтобы отопление было водяное. Разогрелась красна. Я надеюсь видно. Представьте, какая бешеная температура. Её ещё вентиляторами обдувает. В общем, печь рабочая, ребята. Вот это при такой подаче топлива. На этом всё. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите канал лайками. Всех благодарю за внимание и всем пока!